Но обратите внимание, сколько бы нас сейчас в зале не сидело, главное одно. Сидят сейчас однокашники. Знакомо ли вам это слово или нет, не знаю, но на всякий случай обратитесь к экрану, посмотрите. Это действительно одна большая семья, независимо от того, когда заканчивали, в каком году, в какую историческую эпоху. Однокашничество вещь великая, она держала на плаву многих и многих людей. Так вот, мы очень хотели восстановить эти традиции однокашничества, очень хотели, чтобы... Заходите, пожалуйста, дорогие однокашники. Андрюш, садись. Мы хотели, чтобы вы просто понимали, что в течение учебы можно ссориться, можно получить двойки, можно быть удаленным с урока, можно не выполнять домашнее задание. А потом наступает главное, наступает жизнь, в которой вот все уже по своим местам и вставляется. И самая большая радость для любого учителя и для любой школы, я надеюсь, это когда узнаешь, что твой ученик достиг самых больших высот. Сергей Вадимович, заходите, пожалуйста. Ну как же без нашего президента? Садитесь сюда. Я вообще могу загадывать, да, желание в окружении Королевых, Сергей Вадимович, это здорово. Да, действительно. Ну, садись, конечно. Итак, я хочу вас немножечко заинтриговать. Профессии, которые получили наши выпускники, самые необыкновенные. Вот, например, никому из вас, наверное, не придет в голову освоить профессию Торера. А выпускник гимназии, вернее, выпускница нашей школы, единственная российская Торера и одна из трех женщин в мире, занимающаяся этим искусством. Ее зовут, и в общем, когда она училась, ее звали Вика Артамонова. А вот сейчас за границей ее зовут мадам Артамон, уважая ее стремление, ее очень трудную профессию и ее действительно уникальные, фантастические способности. Хотя, я должна сказать, что когда училась, Вика была самой обыкновенной девчонкой, не школьничала, не, так сказать, нарушала никаких традиций, но вот ждать от нее такой смелости, такого удивительного мужества, наверное, никто не мог. А тем не менее, вот представляете, человек представляет Россию на европейских аренах и вот сейчас, правда, занимается, большую часть времени живет в России. Еще одного человека хочу вам представить. Художников много, художников-кукольников до последнего времени было немного. Наташа, одна из первых, начинала эту стезю. Очень интересно, представляете, какие замечательные авторские куклы. Она действительно автор востребованной ее куклы в собраниях Европы, а в ней реки с большим вниманием к ней относится. Знаете, какие чудесные вещи она делает. Ну и вот этот вот список послужной, в общем, достаточно молодого человека, говорит сам за себя. Смотрите, член Московского союза художников до недавнего времени, это было очень престижно, но она, вот видите, и в Национальном институте...